Ну вот и наступил православный Азов, или правильно сказать подготовка к нему. 2018 год. Мы как обычно собрались и выехали из станицы Ленинградской, историческое название Уманское, в Должанку. Станица Должанская, это на берегу Азовского моря. Съехало со всей епархии много людей, много батюшек и молодежи. Все готовили площадку для заезда молодежного православного Азова. Многие взяли с собой подручные средства. Кто хотел, купался между уборками. Все проходило на позитиве. Любовались флорой, фауной, пили свежий компот. Но под конец многие устали. Первый день православного Азова. Естественно, мы собрались, у храма сделали исторические фотографии, как вы видите. Многие родители провожали своих детей. Некоторые, поскольку рано выехали, еще спали в машине. Мы приехали, некоторые орг-вопросы решали и стали разбивать палатки. Некоторые делали это первый раз. Это было забавно наблюдать, но тем не менее мы друг другу помогали. Как ни парадоксально, хлынул такой дождь, что нам пришлось прятаться в машине. Некоторые палатки намочили, залили. Но ничего страшного, все просохло. Все остальные дни практически замечательная погода будет. Некоторые стали общаться с теми, кого уже знали по прошлому году. Поскольку было свободное время, а заезд был не столь ранний, многие пошли купаться. Такой небольшой орг у нас собрание произошло. Ну и как должно обед. Всегда была разовая посуда, разнообразное явство. Но без Бога не до порога. Моливень – начало всякого благого дела. Инструктаж о пожарной безопасности. Потом я прошел по палаточному лагерю Акропевской водой. Первое мероприятие наше было посещение казачьего хутора, подворья, если можете сказать, где был праздничный концерт, где девушки верховой ездой занимаются. И показывали по программе интересные, я бы сказал, акробатические действия. Замечательный народный коллектив пел. Мы прошлись по этому дворику казачьему. Полюбовались на русские, правильно сказать, казачьи традиции. Ну, конечно, без юмора не оказалось. Интересные фотографии. Сейчас вы видите хату казака, в которой сохранены исторические фотографии. Исторически вся обстановка, по сути, отображает, как жили раньше в хатах казаки. Далее мы вернулись в палаточный лагерь. Некоторые играли в волейбол. Да, в первый же день устроили чемпионат. Но эти чемпионаты проходили практически каждый день. На следующий день сделали футбольную площадку. Спорт бил ключом. И ваш недостойный батюшка тоже поучаствовал в спортивном мероприятии. В течение дня, естественно, трапезничали. Перед сном на сон грядущие были молитвы. Также был творческий вечер, в котором принимали участие все ребята. Без исключения. Ну вот и второй день. Второй день начался тяжковато. Потому что в первый день все достаточно подустали. Ну и рано, особо никто не хотел вставать. Но все бодро встали, умылись. Утреннее правило. Легкий завтрак. Чемпионаты продолжились. И вот первая лекция. Замечательный батюшка. Простите, дьякон. Гость из Москвы провел замечательную лекцию от новомучеников российских. Далее продолжились соревнования по волейболу. Много команд участвовало. Ну, море. Море, естественно. Немножко волны поднялись. Не совсем чистая вода была. Но никто не отказался от такого удовольствия окунуться. Далее была следующая лекция. Лекция о Николае Втором. Отец Олег нам, тоже дьякон, рассказывал. Замечательный лектор. Далее купались. Скажу вам честно, я окунулся один раз. И то из-за того, что упросил сын. Необычно в этом году была ночная божественная литургия, которую возглавил правящий архиереи владыка Герман Ейский-Тимашевский. На этой ночной литургии также и некоторые песнопения церковно-испальная арт-группа Ларк. Третий день. Третий день тоже был очень интересный. Прямо практически с утра спортивное мероприятие стрельба из воздушных винтовок, метание ножа и потом встреча с очередным лектором. Нужно сказать, что были и мини-встречи с молодежью, несколько священников. Один священник говорил о семейных традициях. Я рассказывал о соцсетях и интернете. Подготовка арт-группы Ларка приехали настроить аппаратуру. Ну и потом такие небольшие были орг-вопросы. Приехал правящий архиерей. И многие руководители с нашей епархии молодежных на молодежном направлении. И также встреча молодежи. Арт-группа Ларка давала интервью. В трансляциях привык на бачку лав, на бачку онлайн. И потом был праздничный концерт. Замечательно все отдыхали, танцевали. Правящий архиерей праблагодарил замечательную арт-группу Ларка Соловьи Русско-Православной Церкви. Многие с ребятами фотографировались И преподносили подарки. Все были довольны. Последний, четвертый день Он, можно сказать, плавно перетек из третьего. Потому что часа до двух ночи Мы сидели у костра, беседовали с ребятами. И, ну, наверное, часа три поспали всего. Утром сборы. Сбор палаток, оказывается, Собирать тяжелее, чем разбирать палатки. Для некоторых это было новшество. В этот день мы должны были прокатиться на катере На остров, где живет отшельник. Так называемый Борген. Но, к сожалению, этого не произошло. Катер сломался. И у нас не получилось. Я вам скажу, никто не был расстроен. Подустали. Все хотели уже домой. Но, вздумав, в следующем году Этот пробел восполнится. Замечательным настроением Мы поехали домой. Редактор субтитров А.Семкин